Улица 60 лет Октября, 21. Этот адрес знаком многим пинчанам и жителям других населенных пунктов. Сюда обращаются заботливые хозяева домашних питомцев, неравнодушные зоозащитники, представители хозяйств и многие другие. Пинская городская ветеринарная станция. Это место, где представлен весь спектр услуг в сфере ветеринарии. Учреждение занимается всеми вопросами, касающимися ветеринарной деятельности в городе Пинской и имеет в своем составе 4 подразделения. Подразделение лаборатории весной экспертизы, которые работают наши специалисты на рынке, контролируют реализацию растений и животноводческой продукции. Также наши сотрудники присутствуют на перерабатывающих предприятиях, контролируют переработку и экспортную реализацию экспортной продукции. Имеется ветеринарная лечебница с аптекой. Данное подразделение занимается профилактикой лечения животных домашних и реализацией лекарственных препаратов, кормов, кормовых добавок. Естественно, на сегодняшний день мы упор делаем очень большой на оказание лечебной помощи животным. Создать оптимальные условия обслуживания как для владельцев животных, так и для работы персонала ветеринарной лечебницы – приоритетная задача руководства. После масштабной модернизации в 2019 году в ветлечебнице изменилось практически все. Прием животных к врачу ведется через ресепшн по записи, что значительно сократило время ожидания в ветлечебнице. Появились отдельные кабинеты для приема владельцев с животными различного профиля. Приобретены дополнительное диагностическое и лечебное оборудование. А это значит, у врачей появились широкие возможности в диагностике и лечении домашних питомцев. Как известно, верный диагноз – это результат успешного лечения и спасения жизни животных. Для этого в лечебнице есть все необходимое. Заглянем в лабораторию. Наша лаборатория на сегодняшний день проводит исследования, биохимический анализ крови, общий анализ крови, биохимический анализ мочи. Также мы проводим цитологическое исследование воспаления кожи. Мы можем проводить экспресс-исследование. То есть мы берем экспресс-тест, исследуем на инфекционные заболевания, на вирусный лейкоз кошек, вирусный иммунодефицит и вирусный перитонит кошек. Также мы можем происследовать экспресс-методом на таксоплазмы и на лямблии. Если к нам обращаются хозяева животных, у которых есть выпадение шерсти и с подозрением на дерматофитоз, в простонародье лишай, тогда мы можем предложить диагностику посева на питательную среду. И результат будет готов через три дня. То есть мы с уверенностью можем ответить, лишай это или нет. Одно из приоритетных диагностических исследований на сегодня – ультразвуковое исследование животных. Для этих целей приобретен новый мультифункциональный аппарат УЗИ, который позволяет делать ультразвуковое исследование абсолютно всех систем, тканей и органов. По мере исследований заболеваний сердца у собаки-кошек появилась необходимость в ВКГ-аппарате. С его приобретением врачи теперь могут более детально дифференцировать заболевания сердечно-сосудистой системы. И в этом направлении имеется специалист более узкого профиля, прошедший обучение и стажировку в учебно-образовательных ветеринарных центрах Российской Федерации. Если мы говорим о заболеваниях сердца, о комплексной диагностике заболеваний сердца, ЭКГ от УЗИ, они в принципе не отделены. Большинство этих заболеваний, к сожалению, неизлечимы и преследуют животных до конца их жизни. Но при своевременной диагностике и корректировке состояния животного, животные могут жить долго и счастливо. На сегодняшний день, на мой взгляд, только в нашей лечебнице, в нашей клинике есть такие технические базы. То есть и техническая, так и информационная для выявления подобных заболеваний. В целом, правильно ли поставлен диагноз? Мы можем это отслеживать в реальном времени. Не то, что съездите в Брест, в Минск, сделайте УЗИ и приедьте к нам назад. И мы тут уже полечим. Нет, здесь это можно сделать здесь, сейчас, прямо вот сегодня, так сказать, на месте. То есть если у нас есть вопросы, какие-то предрасполагающие проблемы, то есть анамнез, какие-то жалобы, мы их здесь рассмотрим и при необходимости сразу же, тут же, на месте все это сделаем. В этом как бы наш плюс. На сегодня в нашей ветлечебнице на высоком уровне проводится рентгенодиагностика. Этот метод исследования используется давно. Стоит отметить, что далеко не все ветеринарные учреждения могут похвастаться наличием рентгенаппарата и его возможностями. Любимое мое выражение – рентген всему головам. Кроме обычных рентгеновских исследований, у нас используют и специсследования. Это такие, как обзорная брюшной полости. Когда животное поступает к нам с рвотой, мы обязательно делаем всем рентгеновские снимки. Часто попадают в аварии животные, перелом позвоночника. Тоже решается вопрос, есть или нет целостность в спинномозговом канале спинного мозга. Имеет ли смысл идти на операцию? Мы делаем еще одну замечательную процедуру, называется миелография. Когда вводится контраст в спинномозговой канал, и мы смотрим, есть проходимость или нет спинного мозга. Когда делают операцию на молочной железе, в новообразовании, в обязательном порядке мы делаем снимочек легких. Зачем? Там могут быть уже метастазы. То есть онкопроцесс произошел настолько далеко, что мы просто ослабим животное во время операции. Для этого мы делаем снимочек, видим, что там метастазов нет, радуемся и отдаем животное в операционную. О важности рентген-диагностике можно говорить долго. Как бы громко ни было сказано, от нее зависит исход многих операций и спасение жизни. И сегодня ветеринарная лечебница проводит все виды хирургических вмешательств с обеспечением надлежащего комфорта и безопасности животным в качестве анестезии. Можно смело говорить о том, что во время хирургических манипуляций животные не чувствуют боли, так как наркоз проводится по всем правилам анестезиологического протокола. Для применения и использования для хирургических манипуляций, в особенности для сложных операций, у нас имеются лицензированные препараты, которые применяются для обезболивания и наркоза животных. Мы единственные в городе ветеринарные учреждения, которые имеем право пользоваться данными препаратами. Послеоперационный период не менее важен в процессе выздоровления животного. Реабилитация махнатых пациентов проходит под кислородным обеспечением. Это позволяет снизить риск развития осложнений после операции и быстрее восстанавливает функции организма. На базе ветеринарной лечебницы есть все условия для стационарного лечения. Больные животные находятся в клетках и вольерах под присмотром сотрудников. Здесь же можно оставить своего любимца на определенное время в случае острой необходимости. Услуга временной передержки животных в стационаре ветлечебницы доступна каждому. Как, впрочем, и груминг-услуги. Сделать модельную стрижку, подстричь когти, почистить ушки, помыть шампунем и вычесать шерсть. Все это быстро и профессионально сделают в отдельном кабинете лечебницы. Своеобразный салон красоты посещают многие четвероногие модники и модницы. Весь комплекс ветеринарных и других услуг оказывают специалисты, каждый из которых стремится развиваться в своей профессиональной деятельности. Для этого в стенах ветлечебницы руководство проводит обучающие семинары и вебинары для своих сотрудников. Некоторые из них повышают уровень знаний, набираясь опыта у зарубежных коллег. На сегодняшний день штат работника ветеринарной лечебницы составляет порядка 16 человек. Среди них работают специалисты с большим опытом работы, так имеются и молодые специалисты. Все наши ветеринарные специалисты постоянно проходят обучение как в ведущих клиниках ближайшего зарубежья, так и на территории Республики Беларусь. Квалифицированные и чуткие доктора готовы оказать любую помощь вашему питомцу. Чтобы записаться к ним на прием, можно обратиться непосредственно в регистратуру либо позвонить по номеру телефона 64-03-03. Предварительная запись упрощает прием и вам не придется сидеть в очереди. Кроме того, тут же на месте вы можете приобрести все необходимое для вашего домашнего питомца. Медикаменты, средства по уходу, корма и аксессуары. Пинская городская ветеринарная станция находится по адресу Пинск, улица 60 Лет Октября, 21.